Дорогие друзья, за прошедшую неделю продолжили расти. Рост наблюдался во всех секторах практически. Исключением было очень мало. И хотя он не составил большими темпами, тем не менее, поскольку он был непрерывным, продолжался практически каждый день, то в целом прирост за неделю оказался вполне ощутимым. У нас выросли акции, у нас упали облигации, выросли товары, упал доллар, выросли евро и прочие рискованные активы. То есть был такой полноценный рост, несмотря на то, что он был не очень, может быть, заметен, но тем не менее, это вторая неделя после того, как была высказана мысль о том, что будут что-то решать с Европой. Вторая неделя наблюдается рост, причем такого полноценного и очень качественного. Потихоньку это движение затихает. В частности, уже начались откаты по евро. начались первые проблемы возникают по фондовым площадкам, прежде всего, по развитым странам. По всей видимости, ситуация будет все-таки разрешаться именно тогда, когда будет выйти новость, которая обусловила весь этот рост. В настоящее время, как таковой, новости ее нет. Есть только лишь отдельные заявления отдельных политиков, причем не топовых и финансистов, которые говорят, что разрабатывается в недрах Евросоюза какая-то уникальная программа, смысл которой будет в том, что за счет средств ЕЦБ будет покупаться проблемные активы и Испании, и Италии. Причем выкупаться будет не все, а только то, что не докупит рынок. Если у нас есть стакан и рынок выбрал какое-то количество заявок, то самые дорогие заявки, самые аппетитные будут, если так можно выразиться, будет выкупать естественно Европейский Центробанк. Это будет давать дополнительный ему доход, который позволит продлить деятельность его активов на более долгие, на более дальние времена. Соответственно, есть также разговор о том, что будет идти непосредственное кредитование, минуя первичные банки, тоже такие разговоры идут. Как это будет делаться, если мне плохо, понятно. Но разговор даже от того, что отдельное домохозяйство будут получать деньги напрямую. Готовится какая-то программа по стимулированию экономики. Уже даже Греция успела выразить свое неодобрение, а Германия выразила неодобрение Греции. Но по-прежнему, что напрягает, нет окончательных фраз о том, что действительно у нас в начале сентября началась эта программа выкупа, которая все стабилизирует. Но есть рыночная вера и по всей видимости какая-то утечка информации проходит на эту тему о том, что действительно что-то такое будет принято, которое сможет сбить спекулятивную атаку на европейские, прочее рискованные активы. И это позволяет поддерживаться всем рынком. В таких ситуациях я вижу дальнейшее продолжение крайне умеренного роста по всем секторам. Все недооцененные активы будут потихоньку выкупаться и наблюдать такой рост еще, по крайней мере, если не до конца недели, то хотя бы до середины недели. В этой ситуации можно порекомендовать начинать тоже аккуратно выходить, но только работать надо, естественно, с очень аккуратным стопом. Может быть не очень строгим, но очень аккуратным, потому что любой момент может выйти сообщение о том, что все это оказалось очередной дезинформацией и, соответственно, тогда все причины этого роста у нас уйдут. Ну а в остальном, значит, можно пока сейчас иметь более-менее спокойные инвестиции и не особенно напрягаться за результаты торгов. Толковая Vikings Ладон Ладон Продолжение следует...